всем привет из минска на часа часов 11 мы с игорем еще он с ними вот вороны какой-то пакет у меня ломает картин в общем мы прилетели везли в общем мы прилетели в минск парни спали игорь сказал что он крепко спал был ранний вылет в общем мы как обычно сейчас отправимся на тренировку после которой отправимся отдыхать ну а завтра нас ждет игра с динамо а через несколько дней на ждет игра светить и поэтому если еще не подписывались подпишитесь мы начинать тебе нравится вот л-76 смотри большой смолит я как-то попросили снять как парни сидят в автобусе кто с кем вот сейчас хороший шанс вам оказать ты грязью белый орел бел вася ускорит видите серьезно мы не можем выйти за раппорт всем еще раз привет из минска там она сюда прилетела и сразу же отправилась на арену сейчас парни разминаются на запланирован лед решили опять делать это на улице на улице свежий воздух погода сегодня в минске облачная в нижнем все не было безоблачно но температура его неплохая очень комфортно свежо поэтому они решили позаниматься на улице ранее вы сегодня был кто-то самолете спал кто-то смотрел фильмы кто-то просто слушал музыку но в итоге вот три-четыре часа мы выбирались от арены до арены ну и сегодня проведем тренировочку завтра утром раскатимся и сыграем с динамо начало матча в 5 часов 10 минут по минскому времени кстати говоря я договорился с богданом книжковым что после игры с минским динамо я даю ему камеру и вот день когда мы переезжаем из минска в балашку он будет полностью вести свой видеоблог я знаю что вам очень нравится и в целом я вам не нужен но вот один день мы решили выделить именно богдану который расскажет и покажет как он просыпается что делает до свои комментарии в общем будет интересно поэтому если вы еще не подписаны а таких очень много статистика ужасная что нас очень много смотрит без подписки обязательно подписывайтесь прямо сейчас и тогда это видео будет а если не будет то нам все равно будет потому что вы же понимаете как это работает подписывайтесь обязательно слушай ну тебя нужно будет если сто раз набьешь то нужно будет пересчитать я считаю да поговорим вообще как себя чувствуешь как настроение 4 5 6 7 до радара расскажи мы поняли что умеешь играть футбол даже коли уже поймут эти вот и начала средовая тренировка парней насыщенный день получился потому что вылетели мы из нижнего в 10 00 отъехали от дворца в 9 00 сейчас на часа 237 нижегородского и минского времени тренируются работают суббота очень продуктивно расскажу вам про небольшие изменения нашей команде с нами на выезд отправился денис ян который был в списке травмированных он оттуда выведен но минске он скорее всего не сыграет жем его матчем с витязем посмотрим как это будет чуть дальше ну и мы ждем бобби линча по моей информации 25 сентября он прилетит а для вас он уже прилетел в москву и присоединиться команде в балаши помимо всего этого в нижнем новгороде остался кирилл стеклов которого тоже небольшое повреждение но и восстанавливается алексей кручинин и сергей гончарук и кирилл максимов отправлен там нашей команды в наш клуб партнер в турске акм поэтому все остальные у нас в порядке все нормально тренируются и готовится к завтрашней игре здесь на минск арене шикарная арена как по мне с местным динамо красиво видите настроение хорошие перед игрой сегодня это силой сегодня вечером артамон забьет не думаешь сегодня будет забьет сегодня 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 забьет не забьет если если забивает то что будет будет номере очень сильно радоваться для не забьет сегодня все первый гол и будет радоваться за боль на всю жизнь и потом будет прославляться перед всей командой на первый гол вон снимайте его надо молокроссом отрабатывать пасмурная но довольно таки теплая погода сегодня в минске в игровой день команда уже потренировалась утра вы видели как это было ну и мы отправляемся готовится к игре который сегодня будет в 17 10 по местному времени на этой арене которая прямо передо мной ну и болеем за нашу команду конечно половина второго на часа до игры с минскими динамо остается чуть более трех с половиной часов ну и я вот на таком вот агрегате прямо кривого эфире у вас еду на игру я вот уже подъезжаю минск арене сегодня как я уже говорил ранее пасмурно прошел небольшой дождик но она сегодня ждет игра давайте отправимся смотреть как команда и и проведет как готовится ну и вы все знаете ты готов с так потому что и и на трибунах нет какого нету ее подражана на трибунах прошу дата рейтинбург боти халк какая тяжелая и 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 ск и и ichen и и и и и и их а в и разговариваю. Первый раз такой. Вроде бы не очень заметен, но сколько он черновой работы на себя берет. Одна передача, тут же отвечает боку. И приезжаем мимо минской скамейки. Не самый простой матч в Минске выдался, хотя вели мы 3-0, но Динамо сравняло. Ну и Данил Бокун у нас все-таки принес нам победу. Сегодня он выходил с капитанской нашивкой. Ну и сейчас мы отправляемся в Балашуку, где у нас ждет игра с Витязем, поэтому не переключайтесь. Веди нам и за нас болеет. Ладно, покажем. Плохой световой фонарик подсвечет. Хорошо. Зима, сердце, на этой шею. Тебе машут. Я каждый помахаю отрасли. Кто тут? Тебе нравится песня? У меня есть плейлист перед игрой. Ты кто-то разряжает эмоции. А я тут уже на... Лебят, с победой! Спасибо! Молодцы! Спасибо! Спасибо! Алло, работает? Всем доброе утро, наши любимые, великолепные подписчики. Это я, Богдан Кунюшков. И сегодня мы с вами проведем день вместе, потому что камеру спихнули на меня. А я-то рад. Ничего, я рад, давайте. Поэтому сегодня мы переместимся с вами из Минска в Балашиху и покажем вообще, как проходят наши дни, наша рутина. И я думаю, это должно быть интересно. Сейчас вот 9.02, мы еще по-прежнему в Минске, поэтому сейчас пойдем с вами завтракать, покажем, что кушаем, поздравим Васю с днем рождения и полетим уже в Балашиху, чтобы потренироваться и снова отдыхать. Поэтому вот покажем немного виды Минска. Здесь очень красиво, очень тепло, очень приятная погода, приятный город, приятные болельщики. Поэтому сейчас мы с вами спускаемся на завтрак и уже там будем на связи. Это включение завтрака. Вот сейчас мы будем завтракать, поэтому первым делом нужно выпить кофе после того, как проснулся. Это все так делают, я думаю, большинство. Поэтому пьем кофе и еще нужно нам поздравить Васю с днем рождения. Думаю, вы мне поможете в этом. Вась, мне сегодня доверили блог и я должен поздравить тебя с днем рождения. С днем рождения. Спасибо. Скажи что-нибудь. Все, с днем рождения. Всего здоровья. Ну да. А мы поздравляем тебя, счастье, здоровье, любви и всем. Спасибо. Что кушаешь? Вот я ищу. Завтрак чемпионов. Все. Всем спасибо. Пацаны, я до вас тоже докопаюсь. Мне блог доверили сегодня. Скажи что-нибудь. А что, с утром сели? Да нет, это целый. Расскажи завтра капитана. Девешница, пожалуйста. С свеченой, с сыром все очень полезно. Очень вкусно было? Выглядит, конечно, она не так хорошо, как должна. На вкус вкуснее. Да, на вкус вкуснее. По сути, вкуснее. Как-то вот. Не по вкусу вкусно, но по сути, очень вкусно. Андрей. И вот еще лучше можно. Тоже самое, да. Андрей. Апельсинов. Свежевыжатый? Да. Кто это витамин? Мама, Григорий. Особенно в Беларуси. Да? В Беларусь любишь? Что просто кажется, это не яичница. Это не яичница. Это кто-то поставил. Не моя. Пойду дальше. Еще раз всем привет. Не сели, а присели. Доброе утро, скажи. Доброе утро. Доброе утро. Подписчикам. Подписчикам. Здоровья болельщикам. Всем здоровья болельщикам. Так, завтрак продолжается. Вот это мой завтрак. Яичница, творог, йогурт и кофе самое главное. Все, мы собрались, покушали и едем в аэропорт и вылетаем в Балашху. А все спрашивали, как здоровье у Дэна Ядна. Я вам расскажу, как у него здоровье. А вернее, он сам расскажет. Все, отлично. Скоро вернусь. Давай, мы тебя очень ждем, как у тебя проходит восстановление. Все, супер, уже готов. Расхожусь на следующую игру. О, вот, и даже я это узнал только сейчас. Поэтому, все, давай, заходи и едем. Так, вот, мы приехали в аэропорт Минска. Не знаю, что Илья здесь обычно говорит. Хочу сказать, что Минск прекрасный город. У Илюхи и у нас ничем не отличается поход в аэропорт. Поэтому идем вместе с Илюхой. Вот так мы получаем билеты. Я надеюсь, это не секретная информация? Вот так. Шесть. Каждый берет билет, сзади написан наш номер, чтобы было удобно, и сразу идем на стойку регистрации. Ну вот, в принципе, сейчас стоим, ждем. Бага пьет кофе. Капучини пьем. Ты куда снимаешь? Меня снимай. Ха-ха-ха. Капучини? Капучини. Скоретини? Это итальянский капучини, который мы пьем в Минске. И коретини. А знаете, кто за кадром? Легенда Торпедо. У него 500 тысяч сезонов в Торпедо. Гэнгстер. Упречет, гэнгстер. Гэнгстер. Итальянского чифи добавь. Куфи. Куфи. Давайте вот у Коли спросим, как у него дела. Отлично. Депутат Колорадовского района. Депутат Колорадовского района. Какая там провинция? Доброе утро. Провинция Денверска. Денвер. Денверск. Провинция в Канаде. Республика Денвер. Республика Денвер будет. Республика. Республика Беларусь. Республика Колорадо. Так же работает все. Расскажи. Моно приговор. Расскажи приговор. Сколько? Зарабатываешь. Включение с арены. Мы прилетели. Приехали на арену. Вот. Это арена Витязя. Сейчас там проходит тренировка у фигурного катания. Насколько я понимаю. Следующие будем выступать. Мы уже. Сегодня будут не все кататься. У некоторых будет зал. Потому что много игр. И телу нужно немножко тоже отдыхать. И завтра у нас есть раскатка. Поэтому сегодня не все будут кататься. Но мы вам покажем это. Еще с кем-нибудь пообщаемся. Я думаю, что-нибудь кто-нибудь нам интересно расскажет. Поэтому вот. Арена тут очень даже комфортно. Вполне себе. Все трибуны красные. Богдан, расскажи, какова тебе в роли оператора? На самом деле очень сложно. Потому что я не знаю, что говорить. Я не знаю, что Люха говорит. И не знаю. Сложновато. А что скажешь? Как контент вообще? Тяжело ему все вставать? Где думать? Да, это очень тяжело. Поэтому не хейтите Люху за то, что он не снимает ничего. Во-первых, мы не даем ему это делать. Мы очень разговорчивые, потому что мы спим большую часть. А вторых сам он не может его создать, потому что это очень сложно. Итак, это было шоу Откровение от Богдана Конюшкова. Все такое есть. Это мы с Даней букуном пьем. Покажись вам. Обзор на три косметички. Богдана более нарядный и консервативный. Но фоткался только я. А где ты чай? это тоже. Чай за мотом. Вот. Ты уж что. Я вот. Если вы не знаете, что это такое, сходите в матоклуб. Сходите в матоклуб, но мы не будем его рекламировать, потому что нам не платят. Нам не платят. Если заплатят, мы прорекламируем. Вот такая вот она проблема. Спасибо, что предложили. Миша, что рассказывает Реглалов? Отлично. А можно что-нибудь еще? Ну, что-нибудь. Великолепно. Ты бы сэкономил, значит, заработал, что-нибудь такое. Привет, миша. Сейчас пойдем на так называемую активацию, потому что, как я говорил, не все идут на лед. Вот. уже тренер говорит, что пора начинать. Вот. Такой у нас зал сегодня. Что такое? Твои ожидания от зала сегодняшнего. Хорошие. Надеюсь, восстановиться. давай уберем расчет, что там не стоит фил. Скажи. Сколько? Данил, секундомер здесь. 45. Как канадцы. Вы соскучились? Это снова я. Это снова он. Они, на самом деле, не соскучились. По мне, наверное. Тебе как раз соскучилось. Вот мы засекли Даню Букуна, чтобы он простоял минуту ровно. Бока пересматривал вчера матч? Нет. А гол? Еще нет. А гол? Только в инстаграме в историях. Много кто отметил? Да. Ну, все поздравил. Спасибо вам большое. Крутой гол. Очень приятно. Там Кирилл Воронин все сделал. Нет, ты тоже попал. Ну, я тоже, да, но Кирилл Воронин. Если бы можно было дать ему гол, я бы отдал. Но нельзя, жалко. Не расстраивайся. Я считаю, что ему за это надо записать два паса. Два паса, да. Вась, ну, расскажи, как ты день рождения будешь отмечать? Расскажи, покажи, ты сливаешься. Как день рождения ? Когда рождения, у тебя Ворона поздравил? Да. Кто тебя не поздравил? Все поздравили. Вот кто-то один должен не поздравить точно. Кто-то забыл. Нет. Виноград тебя поздравил? Да. Залив человек поздравил, он тот, который на машине сидит. Да. Что будешь заниматься сегодня? Сегодня на обед поедем. Пообедаем и спать буду. Сегодня получается. Сколько времени? Новый стикер, брат, ровно. Так, и вот выходит кладюшечка. Вар, давай, вар работает. Хорошо. Попал? Куда ты попал-то? Ну, технически попал. Там сколько? Третья минута пошла? Нет, еще... Еще десять секунд. Да это легко, она не на самом деле вообще, ну, так себе. Ты сизый. У меня вылетает. Аааа. Она у меня выскальзывает. Давай, 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 давай. Бля, сейчас сколько держит? Держи, держи. Восемь секунд еще, давай. Да, она сейчас упадет. У меня палец, смотри. Да это вообще не... Я так могу еще минуту поставить. Давай. Вообще, даже не вспотел. Вот вторая группа тренируется наша. Он пластивство бросает. Не забил. Вон там тренерский штаб контролирует все это. Сейчас ребята покатаются минут 30 и пойдут тоже отдыхать. Завтра все вместе будем раскатываться перед игрой. Гол. Несантый гол. Вот такие дела. Приехали вот Балаш свой, потренировались. Сейчас посмотрим, что у нас лучше защитник кушает. Магдан, подскажите, что вы берете сейчас на обедик. Взял борщ, вот положу туда яичка. Ой, ой. Хорошо? Хорошо. Что сало там будет? Сало там не будет, но будет чуть-чуть зеленушечки. Вот он там. Вон она там. Пойдем. Пойдем. Он я видел. Вот хоккей у вас идет. Игра. Сибирь. Снова я. И это мой видеоблог. Сейчас мы прогуливаемся по парку. Время 21.13. В принципе, вот как я подснял, так проходят наши дни на выезде. Потому что много игр, много нагрузок моральных, физических. Поэтому мы много отдыхаем. Сейчас вот перед сном нужно прогуляться, немного подышать воздухом. И посмотреть, что вообще есть вокруг. Нашел вокруг только прокат машинок. Пойдемте посмотрим на машинки. Во-первых, вот машина какая-то Балашиха, 193 года. И она вся заросла. Либо это такой и должен быть арт-объект. Я думаю, что такой должен быть, потому что очень аккуратно посажены цветы, во-первых. Во-вторых, инсталляция очень даже ничего. Теперь идем смотреть на другие машины. Пишите в комментариях, что это были за машины. Вот такая мне понравилась. Вот такой тут прокат. Сейчас мы сделаем небольшую прогулочку и пойдем в номер. Я покажу, как мы живем. Наш номер. И в принципе, день будет уже заканчиваться. Потому что нужно пораньше лечь. Завтра игровой день. И подъем будет ранний, потому что у нас будет раскатка. Пишите, что вам вообще интересно смотреть на выездах. И Илья все это будет читать. И передавать нам. Мы будем стараться делать. Ваш просмотр этого видео еще более приятным и комфортным. Так, мы пришли с вами с прогулки. Сейчас я покажу вам, как мы живем. Наш номер, в принципе, тут ничего лишнего. Здесь вещи. Здесь мы отдыхаем. Здесь смотрим телевизор. В принципе, ничего здесь такого. Зеркало, чтобы посмотреть на себя. Ванная комната и шкаф. Надеюсь, что вам понравился день со мной. И, в принципе, весь этот выпуск. Поэтому хочу поблагодарить вас за то, что вы переживаете, болеете. Постоянно приезжаете на выезды. И постоянно приходите в Нагорный. Ваша поддержка нам очень важна. Очень приятно. И все плакаты, которые вы рисуете. Все какие-то майки ваши. Все мы видим. В принципе, все это нам приятно. И с такой атмосферой мы будем играть только лучше. Поэтому приходите на матчи. Мы всегда вас очень рады видеть. Вот уже отдавал камеру. И вспомнил, что блоги, влоги и выпуски с торпедо поехали. Смотрят мои родители. Поэтому мам, пап, привет. Я вас очень люблю. Все. Всем пока. Кутуриня раскатка перед матчем с Витязем. Здесь команда в полном составе. И отличная новость Гоби Линчера. Я в районе 12 ночи приехал в расположение команды. Сейчас его здесь нет. Но по одной причине. Потому что он проходит медицинское обследование. Но в любом случае, теперь вся команда в сборе. И мы готовимся к новым победам. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Дима Тorzok Что я ничего не понимаю. Что непонятного? Ты набираешь очки часто. Что с этим делать, ты хочешь спросить? Продолжать набирать, ты должен был ответить. Тут пацаны кросс бегают. Не изменяет традиции. Команда готовится к игре на улице. Это так называемая активация, про которую Богдан Кудешков уже рассказывал. Поэтому она обязательно перед каждой игрой. Это своеобразная разминка. Точнее не своеобразная, это разминка как раз на земле. Парни тянутся, работает он с суставами, чтобы как можно было меньше травм. Давай, мужчины, давайте, давайте, все вместе. Это уже и позже, и вот так, то же самое было. Парни тянута, на сотку 4-0. Предпоследнюю минуту периода четвертая шайба влетает в ворота. За Витязем гораздо лучше, чем те, кто за Витязем. Последние три минуты третьего периода. 1-4 пока что ведем. Надеюсь, ничто не поменяется. И парни заберут сегодняшнюю победу. Тем более мы в атаке. Первый период сложился чуть-чуть сложнее, чем второй. Во-вторых получилось забросить 4 шайбы. Но в третьем, вы видите, обну открытал в большинстве. Ну и в целом создаем больше моментов, давим. Ну и надеемся сегодня на победу, которая осталась одна минуту 40-2 секунды. Просто нужно подержать шайбу в зоне атаки, попробовать забить еще. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Во-первых, всех с победой, молодчики. Ребят, отыграли, отыграли. Хороший матч, ребят. Все вместе, друг на друга. И то, что радует, ребят, молодчики. Взяли себя в руки. По ряду причин с утра мы вели разговор. Но, тем не менее, ребят, нас это не отвлекло от хорошей командной игры. Так что молодцы, ребят. Секс-победой готовимся. Парни, хорошая командная победа. До конца довели. Пульба, стена. Ворон наряды подает великолепно. Но, я думаю, все согласятся. Сегодня ураки. Мужики, провели хороший матч. Отлично сыграли впереди, сзади, друг за друга. Сейчас хорошо отдохнуть и готовимся дальше. Давай посмотрим вместе, как ты забил. Дэнни пас. Лучшие руки Арзамаса. Хорошо отдал. Лучшие руки Арзамаса. Ты же не Арзамаса. Нет, я Дэнни. Дэнни-то понятно. Ну, бросочек тоже хороший. Так, вообще, важно было сегодня забить? Конечно, ты давно хотел. Хотел сыну, первый гол сыну посвятить. Это было важно. Ты сразу знал, что ты так сделаешь. Да. Когда жена была беременна, когда она родится, я знал, что я так сделаю. Жена уже что-то писала, звонила? Пока написала, еще не отвечал. Сейчас закончу на первых. Я сегодня видел, она в сториз выложила, что они скучают. На фоне нашего автобуса. Ты это видел? Нет. Я еще перед матчем посмотрел. Такой думаю, блин, класс. Нет, я сегодня не заходил. Я раз в три дня захожу, либо когда вижу, что у меня жена отметила, туда захожу. Она сегодня отметила, на фоне автобуса сказала, написала. Ну, пусть каждый день теперь выкладываете. Даже когда я дома, на фоне автобуса. Все. А ты теперь знаешь, что делать. Да. Красавчик. Если предыдущей выездной серии в Казани, Уфу, мы очков своих не добрали. Хотя играли чуть не хуже, чем соперники, то в этой уже выездной серии в Минске и в Балашиху сложилось все намного лучше. Две победы в двух матчах. В целом мы основное время доминировали на площадке. Ну и приходит та самая уверенность, которая присуща, так сказать, торпеда. Ну и мы будем ждать уже новых игр, которые будут у нас дома. Мы встречаемся с Акбарсом из Сочи. Ну а это был заключительный момент этого влога. Поэтому надеюсь, он вам очень понравился. Подписывайтесь, как всегда, на наш канал. Это просто необходимо для развития нашего канала, для продвижения этого видео. И до новых встреч в новых влогах. Два матча подряд забиваешь вообще как? Классно? Просто два матча Кирилл Воронин. Я не знаю. Просто бусечка. Красава. Всем бы таких партнеров. Классно забивать по эмоциям? Да. Это добавляет уверенности? Или все-таки без разницы? Не, ну забивать всегда приятно. Я не знаю ни одного, наверное, хоккеиста, которому неприятно было бы забивать. Может, даже Коля приятно забивать. Вот спросите. Любой гол будет? Забивает. Гол будет? Когда? Да. Ну от тебя когда-нибудь гол будет? Нет, брат, лучше у нас играть. Да? Это намного лучше, чем. Гол пускай забивает. У нас есть нападающие защитники. А тот Ташаев? В историю не хочешь попасть. Какая у меня так много голова была в вратаре? Правильно? В том году, помню, забросили нам. Брат, пускай забивает. Главное, чтобы мы выигрывали. И все. Кто забьет, не важно. Победную в толстые. Ну ладно, ты уходишь. Стой. Какой гол. Никого гола не было. Уже все забыто. Новый день. Новый день. Вы поняли? Все, на этом точно все. Спасибо и пока.